Здравствуйте! Сегодня приготовим лимонный курд или лимонное масло. По рецепту оно готовилось 8 минут, однако оно сварилось за 15 минут. Итак, приступим. Нам понадобится 4 лимона, 4 яйца и по рецепту 225 грамм масла. Также нам понадобится 1,5 стакана сахара или 325 грамм, 1 столовая ложка муки и можно добавить ванильный сахар. Итак, первое мы натрем лимонной на терку. Натереть будем вот на такую терку, у которой круглые отверстия. Из 4 лимонов получилось такое количество цедры. Из лимона выжмем сок. У меня очень старенькая лимонная ржемалочка. Соберем сок сначала в стакан. И получился вот такой стакан лимонного сока. Яйца взбиваем. И начинаем постепенно добавлять сахар. Когда сахар растает, добавляем цедру лимона. Всем добавим сок лимона постепенно. Так, добавили масло. И теперь продолжим другим венчиком. Все это размешаем. Так, поменяла миксер. Добавим ложку муки. Просеем. И продолжим взбивать. Получилась вот такая консистенция. Может быть такое масло. Но это одно из хороших масел. Одним словом, сейчас мы поставим это на маленький огонь. И будем постоянно помешивать. По рецепту готовится 8 минут на небольшом огне. И я мешаю шумовкой. На английском языке это называется лимонный курд. Ну, как в принципе и есть такое слово курд, которое представляет собой жир. Ну, на русском языке это будет, скорее всего, лимонное масло. 8 минут не хватило. Поэтому мы ставим еще. Помешиваем. Чтобы не пригорело. Ну, вот, на 12-й минуте посмотрите, какая консистенция. То есть, такая, как крем. Правильно? Как заварной крем, если кто-то варил. Ну, теперь ждем, чтобы закипело. Ну, вот, в таком состоянии, когда вы видите, что уже появились вот такие бульки и закипают, у меня электрическая плита, я выключаю вообще. А если у вас газовый плита, поставьте на очень маленький огонь. И сейчас нужно еще где-то минуты две помешать. То есть, чтобы, во-первых, не прогорало, а во-вторых, чтобы хорошенько прокипятилось. То есть, итого, ушло на приготовление масла где-то примерно 14-15 минут. Масло заливаем в банку. Горячим. Банка тоже горячая. Теперь крышку заливаем кипяточком. Ну, и вытаскиваем. Закрываем этой крышечкой. Теперь немаловажная деталь. Стелим полотенце. Неважно, какой стороной. Стелим бумагу. И будем делать медленное остывание. Кладем эту баночку. По центру пусть будет. Заворачиваем в бумагу. После этого заворачиваем в полотенце. После этого завернем еще в одеяло или еще в полотенце. И оставляем до полного охлаждения. Кор Facebook. Прож 28 дней. pressīyou.